Следующий вопрос. Здесь можете у себя подписать. Есть пропуск в этом вопросе. Вот это важное примечание, которое здесь необходимо подписать. Говорит, если человек побрил голову, то есть находясь в храме намеренно, без уважительной причины, то имеет ли он выбор приносить как искупительное действие одно из трех, или он обязательно должен принести в жертву животное. То есть до этого мы рассматривали каких людей, или какого человека, который побрил голову намеренно, но по уважительной причине. Сказали, этот может выбрать одно из трех. Либо принести в жертву животное, кормить бедняка или держать в угозу. Теперь вопрос другой. Тот же человек побрил голову намеренно, но уже без уважительной причины. То есть нарушил приказ шариата без всякой уважительной причины. Говорит, за баджама амин ахлил альм иля анну юльзам биддам. Таглизан алей. Целая группа ученых считает, что он не имеет права выбора между тремя, но обязан принести в жертву именно животное. То есть совершить самое трудное. Для чего таглизан алей? Чтобы усилить наказание его. Усилить на него его наказание за его проступок. Ля анну тааммада бигэйри узрин. Потому что он побрил свои волосы намеренно, без всякой уважительной причины. И это мнение имама Ахмада в одном из ревятов от него. Имама Шафия Абу Ханифы. Уаза уль-Хафиз лил-Джумхур. Более того, Ибн Хаджир приписал это мнение к большинству ученых. И второе мнение в этом вопросе, которое придерживался имам Малика, а также Ахмад в одном из ревятов от него. И ля анну мухайер. То, что он также имеет право выбора. Одно из трех. Ля анна л-Айя нассад аля л-Мазур. Потому что этот аят указывает на кого? На того, у кого есть уважительная причина. Ва л-Хакаби ахли л-Ильм гайр л-Мазур. А тот, который не имеет уважительной причины, что делается? Приписывается к нему аясом. То есть посредством аналогии. Фа л-Таха куби айфил хукми айлан. Поэтому постановление такое же одинаковое. Будь то по уважительной причине, будь то без уважительной причины. И это мнение более правильное. И одному Аллаху лучше известно. Значит, более правильное мнение в этом вопросе какое? Что человек, даже если он побрил голову намеренно, то есть без уважительной причины, все равно он имеет право выбора при совершении искупительных действий. Это если мы скажем, что единогласное мнение, которое передал Ибн Аль-Мазур, относительно этого вопроса. Помните, когда мы рассматривали ранее? Оно действительно установлено. Если же оно не установлено, тогда мнение правильно кого? Шаукани. О том, что он вообще не приносит никаких искупительных действий нам. Но мы говорили то, что мы беремся за это приведение единогласного мнения, так как не можем оспорить его, и говорим то, что в этом вопросе также человек должен принести одно из трех искупительных действий и имеет право выбора при этом. Следующий вопрос. Он имеет право выбора при совершении искупительных действий. Это если мы скажем, что единогласное мнение, которое передал Ибн Аль-Мазур, относительно этого вопроса. Помните, когда мы рассматривали ранее? Оно действительно установлено. Если же оно не установлено, тогда мнение правильно кого? Шаукани. О том, что он вообще не приносит никаких искупительных действий нам. Но мы говорили то, что мы беремся за это приведение единогласного мнения, так как не можем оспорить его, и говорим то, что в этом вопросе также человек должен принести одно из трех искупительных действий и имеет право выбора при этом. Следующий вопрос.